доброго времени суток дорогие мои слушатели и смотрители и наблюдатели и подписчики это снова разбор супер классного самоучителя English for everybody level one beginners и это уже наша пятая запись в которой мы будем с вами сегодня разбирать очень хорошие и очень полезные составляющие которые помогают нам окрашивать более такие детализированные скажем так какие-то элементы нашу речь на английском языке урок будет не очень длинным потому что в принципе здесь достаточно не такие большие темы но затронуть их очень важно очень нужно поэтому мы собственно с вами подойдем к этому уроку сегодня первое что мы с вами разберем это притяжательные прилагательные и также некоторые указательные местам имения начнем с первого до притяжательные прилагательный что это такое немного увеличу страницу чтобы вам было видно итак это possessive adjectives possessive adjectives possessive а создавantee притяжательный planted из прилагательной и так что же это такое. Давайте посмотрим на предложения, которые у нас здесь представлены. Фаликс is my cat. Бустер is her dog. Рейчел is our daughter. Коко is your rabbit. Полли is his parrot. Джон is their son. Итак, как вы видите, здесь, если вы смотрите, не прослушайте, а смотрите еще, здесь у нас отмечены зелененькие некоторые слова, такие маленькие небольшие словечки, но которые как раз таки окрашивают существительные, про которые мы, например, хотим сказать. Мы их, как бы, эти существительные как бы притягиваем через вот эти притяжательные, прилагательные, да, и таким образом делаем связку, смысловую связку. Например, фаликс is my cat. Феликс – это мой код. И обратите внимание, здесь уже никакого артикля не ставится, ни в одном из вариантов, ни э, н, ни the, да, то есть ничего уже здесь нету, потому что my это определительный элемент, да, то есть он здесь определяет аспект, да, например, принадлежность кому-то. Моё, её, её и так далее, да, сейчас мы это чуть ниже, дальше разберём. То есть, смотрите, можно сказать следующее. My, например, big cat. Феликс – это мой большой кот, да, то есть, например, мы хотим добавить такой прилагательный даже my big funny cat, да, то есть мы какое-то количество прилагательных можем сюда добавлять без проблем, но артикля e или the уже никакого нет, не нужно. То есть все прилагательные будут ставиться только между my и каким-то словом, да, существуем, по которым мы хотим сказать. Также, например, смотрите, вот в принципе можно использовать также эти протяжительные прилагательные перед, например, именем. В каком смысле? Давайте представим, что вот этот персонаж, он, допустим, говорит про Феликса, просто про Феликса. Феликс сегодня так рано встал, Феликс там то-то, то-то, то-то. И какой-то человек, собеседник, допустим, да, вот человек какой-нибудь B, да, он говорит Who is Felix? Кто такой Феликс? Да, то есть, допустим, он не знает, не в курсе, да, относительно мой недавно знакомый и так далее, и про Феликса этот первый персонаж не рассказывал, да. И наш персонаж может сказать My Felix is a cat, да, например, на вопрос, например, Who is that? Who is your Феликс? Кто это твой такой, да, как бы Феликс? My Felix, мой Феликс это кот, is a cat, да, то есть здесь или можно даже is my cat, my Felix is my cat, ну, это немножко масломасленное, да, здесь скорее можно вот так сказать, да. То есть, в принципе, вообще в разговорном аспекте такое тоже может встречаться, то есть предложение подобного рода в принципе может быть. Главное, чтобы было, конечно, уместно, логично и понятно. То есть, обратите внимание, предложение строится через to be, когда мы описываем кого-то, то есть, вот у нас есть подлежащее какое-то, потом глагол to be соответствующей формы, am is или are, тут так как один персонаж какой-то представлен, да, то есть имя одного, как бы, животного, да, в данном случае, то получается is. И cat, но не просто cat, а чей, my, да, то есть, как бы, вот мой владелец, как здесь подписано, I own the cat, я как бы владею, да, у меня есть кот. Так что, вот такая история. Это, соответственно, может быть не только, например, вот в этой части или, например, с именами в первой. Допустим, мы хотим сказать моя мама красивая, да, мы скажем так my mother, то есть, посмотрите, уже к подлежащему mother, да, is beautiful. My – это дополнение к слову mother. My mother is beautiful. То есть, вот так это тоже может выстраиваться. Легко, непринужденно, смело этим пользуйтесь, да, то есть мы, как бы вот этот аспект можем добавить к существительному, который находится либо в роли подлежащего, либо в роли какого-то дополнения, без проблем. Итак, в принципе, здесь, наверное, все. Давайте перейдем к небольшой таблице, которая представлена здесь. How to form possessive adjectives. А как же формируются, то есть, ну не то, что как формируются, а именно, как они связаны с личными местоимениями, да, personal pronouns, собственно, да, так же они выстраиваются. I, my, я, мой, my cat, my cat, дальше, you, your, you, это ты, вы, или вы, your, это твой, ваш или ваш, то есть, как бы, ваш как бы вежливый, да, кому-то обращение. Например, your rabbit. Здесь в этом контексте, ну, могут быть, например, два варианта из трех, да, в каких-то случаях можем, как мы точнее можем перевести your. Это у нас контекст, когда твой кролик, например, или your как ваш, то есть, уважительный к кому-то, так как мы увидели здесь только одного персонажа, да, то есть, если бы было несколько каких-то здесь элементов, да, дополнителя, то это было бы как раз, это ваш кролик, это ваш кролик. Дальше, he, his, he, his, он, его, his wife, его жена, his wife. Дальше, she, чтобы сказать соответственно от она слово ее, мы скажем her, er, такое, о, your, что-то между, her, her, her sister, her sister, her sister, it, 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 в данном случае, скорее, это будет использоваться к животным, соответственно, как бы, оно, но, как бы мы про животное имеем в виду, да, мы больше сейчас привязываемся к английскому аспекту, да, поэтому я перевожу на русский не совсем верно, как мы бы про это сказали, да, про животных мы не говорим оно, да, как бы, он, она, да, то есть, у нас есть пол, it's, как бы, ну, если супер грубо переводить все-таки, как бы на русское, это, как бы, оново, ну, очень если грубо, да, то есть, но по факту на русском языке в более художественном варианте это будет либо его, либо ее, да, то есть, например, it's ball, как бы, ну, этого мяч, да, как бы, но его или ее мяч, обратите внимание, что it's здесь, это никак не связанное слово с вот такой конструкцией, как вы понимаете, это it и is, да, то есть, это разные штуки, вот это и вот это, пожалуйста, не путайте, то есть, это притяжательное, прилагательное, а это сокращенная форма двух, как бы, слов, да, упрощенный конструкт, it is, это есть, да, то есть, глагол, вот он тут, просто в букве s, после апострофа, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, потому что, в принципе, можно построить даже подобное предложение, например, it's, it's ball, и, в принципе, все будет верно, это есть этого мяч, да, ну, как бы, это есть его или ее мяч, ну, в зависимости, про какое животное, и какую полу мы говорим, да, ну, про пол я имею в виду, дальше, we, our, we, our, мы и наш, our horse, our horse, если, кстати, мы скажем, our horses, our horses, то есть, когда мы построим множественное число, да, существительного, horses, лошади, то our также будет писаться именно так, то есть там нету никакой разницы, что если, например, с вот этим притяжательным, прилагательным пишется существительное единственное число, то как-то выстраивается по одному пути, а если существительное множество, то тогда притяжательное меняется, нет, тут такого как бы нет, не переживайте, все будет our, her, his, и так далее. Дальше. They, their, they, their, они, их, да, their son, их сын, все, да, то есть, давайте еще раз пару прочитаю. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, Еще один момент, вот пока читала тоже, пожалуйста, запомните, чтобы повышать, скажем так, качество произношения всех, да, я все-таки это сейчас отмечу, хотя обычно я это объясняю на уроках больше. Смотрите, you, your, пожалуйста, не читайте your, это не your, нет, вот это просто фактически звук you, тут вообще никакого спора нету, но вот это не your, никогда им не было и не будет, это что-то типа your, your, обязательно там звук возникает, тут you, а это you, 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 так что следите, пожалуйста, этим и не путайте, очень часто у новичков возникает такая ошибка, что они как бы по аналогии, хотя на самом деле, конечно, языку как бы здесь доверять нужно, очень часто действительно бывают аналогии, но это особенное слово, оно не считается, как бы по такому очевидному, понятному пути, просто, пожалуйста, запомните, это как бы исключение действительно. Собственно, вот и все, давайте я еще раз прочитаю эти фразы, my cat, my cat, your rabbit, your rabbit, his wife, his wife, her sister, her sister, its ball, its ball, our horse, our horse, their son, their son. Итак, наверное, разочек прочитаю быстро, просто чтобы поняли, как это может быть в быстрой беглой речи. My cat, your rabbit, his wife, her sister, its ball, our horse, their son. My cat, your rabbit, his wife, her sister, its ball, our horse, their son. Да, то есть видите, где-то что-то будет убираться, замалчиваться, как бы так зажевываться, но что поделать, это нормально, абсолютно естественная история. Итак, посмотрите, пожалуйста, потом здесь, упражнения, да, мой большой рекомендацион, да, выполните их, конечно же, в тетради письменно, чтобы вы могли сориентироваться, да, и попрактиковаться в этом, и в написании, и по стране предложений, и во всем, во всем остальном, да, пожалуйста, мой прям совет, пишите, 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 не бойтесь, накупите там себе ручек пять сразу, и вперед, здесь, например, тоже есть классное задание, rewrite the sentences, correct the errors, перепишите предложение, исправляя ошибки, то есть здесь вы как раз-таки тоже можете проверить себя на то, понимаете ли вы, что здесь происходит, и почему оно происходит, то есть, так сказать, отработка, проверка вашего критического мышления, вашего понимания, правил, и так далее, старайтесь, пожалуйста, максимально докапываться до того, почему что-то как-то, да, то есть старайтесь формулировать, искать какие-то ответы, проверять по правилам, да, которые вверху, выше уже, и, например, в этом уроке, и в более ранних уроках представлены, учитесь доказывать, если вы можете это доказать, фактически вы можете это объяснить, если вы можете объяснить, значит, вам материал высочное понятие, если вам материал понятен, значит, вам проще разбираться уже, например, в говорении на английском языке, и, в принципе, вы быстрее будете дальше, дальше идти и усложнять уже уже тема которую вы можете рассматривать это такой момент апгрейда такой самораспаковки да но вы должны именно пытаться добраться до какой-то сути и объяснить ее почему так я на самом деле очень люблю на уроках именно задавать этот вопрос почему по разным причинам по разным поводам и это реально полезный вопрос почему следующий элемент который мы здесь с вами будем рассматривать это вис и дать в данном контексте это предлагается как дитя минерс называется как дитя минерс то есть как бы определитель в русском языке это будет указательное местоимение и так вот смотрите то есть указательное местоимение это такая история которая у нас собственно указывает то есть говорит нам как бы указывая на что-то и вот смотрите здесь разбирается вис и дать вес дать вес дать пожалуйста когда вы сталкиваетесь с этими словами примите что здесь первые две буквы th они будут давать звук за да такой жужжащие это как бы как в только язык поднимаем зубам that that и все то есть в принципе это как буква в только не нижней губой а именно через язык ну в общем потренируйтесь и дальше в этом конкретно слове that слышите звонки такой как такая тарелочка на барабан на установке только не ц не ц а именно так что тоже пожалуйста слушать это не ты это не тупой звук такой-то а именно дать 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 не ты надеюсь будет слышно разница разница это сейчас я расскажу вам про один аспект который их объединяет на самом деле указательных местоимений 4 здесь в этом параграфе в этом в этом уроке разбирается 2 чуть дальше будет распираться другие еще 2 я их не буду соединять вместе я прям все-таки ход разобью как они здесь даны и в учебнике чтобы не путать ни вас ни себя и так далее что их объединяет это то что мы через эти два слова говорим только про указываем как бы да говорим только про один какой-то объект например собака это может что угодно этому человек описание его какой-то это может быть предмет какое-то явление не знаю ну что угодно в общем то есть что весь что дать говорят про один предмет я думаю вы уже в принципе из примера до которые здесь представлены и собственно из картинки тоже вы это понимаете да что здесь нарисована одна собака что тут что тут и в тексте до долг и долгу до дается по одному элементу здесь с майдану здесь из майдану теперь сейчас я вам расскажу немного про разницу до самое главное здесь из майдану это конструкция это слово тыс она говорит про это что-то что рядом это моя ручка это за мой кот это моё дерево да то есть смотрите здесь мы можем использовать вот такое указательное местоимение когда говорим про предмет который рядом или объект она является фактически подлежащим это является собакой собакой чей моей на то есть как бы мы идем связку домой идет вот как бы к этому слову майдану моя собака да опять таки вот видите вот оно здесь тоже вот это притяжательное прилагательное входит как говорится в чат да то есть она здесь используется и как раз таки вот в из из и что-то да то есть чье-то что-то это очень такой классический тип построения предложения не просто this is a pen да то есть но на самом деле в указательных целях можно так говорить да например this is a flash memory stick this is a flash memory stick если я хочу конкретно сакцентироваться на принадлежности не только на то что это что-то а на то что оно принадлежит мне я могу сказать this is my flash memory stick this is my flash memory stick my my flash memory stick телефон да можно просто сказать this is a phone this is a phone а могу сказать this is my phone то есть эти здесь больше акцент как бы на том что мы все-таки уточняем принадлежность того или иного используя указательное место имения да и притяжательное прилагательное вот прекрасный тандем как и так один предмет или объект и он рядом это зис фактически можно перевести как это дальше дать как мы видим расстояние уже большое да то есть здесь коротенькая а тут прям длинная то есть когда кто-то что-то находится далеко от нас по-русски мы скажем то или тот да или там может быть в принципе в английском это можно но с английского пересекла кто дать один предмет далеко это вот один предмет близко это вес да поэтому следите будьте внимательны это как раз тот удивительный аспект когда в русском языке в принципе у нас существует такое определение да то есть это это или то и в английском тоже когда мы через как бы просто одно слово но показываем количество и расстояние и нам понятно да то есть это очень классный такой совокуп как бы двух параметров расстояние и количество и в них как бы собственно получается что два параметра тут расстояние близко далеко это два параметра один для много ну два и более и вот получается то 2 это всего 4 аспекта всего 4 указательных местоимений существует и как раз это два из них да там получится как бы как перекрестие такое вот этих параметров и вот просто их вариации и так ну давайте посмотрим на примеры что у нас здесь представлено this is your рэбит this is your horse this is its bed про животное да посмотрите из то есть про животное дальше то есть здесь как бы this используется как это да это дальше that is your rabbit that is her horse that is its bed то есть то есть твой кролик то есть ее лошадь то есть его какая-то лежанка кровать да например как бы животного его мужского рода да вот такая история это то очень часто эти указательные местоимения они используются у нас в английском языке вот в других там некоторых языковых учебниках например или школьных даже программах иногда бывает что эта тема связана например шоппингом то есть например give me that give me that t-shirt please give me that t-shirt please дайте мне ту футболку пожалуйста или give me например this skirt give me this skirt дайте мне эту юбку не ту а эту this skirt эту юбку обратите внимание что если вы говорите про например кстати если касается одежды про джинсы или там например про обувь да во множество числе shoes jeans это уже другие слова это не то здесь говорится конкретно когда традиционно классически используется слово касаемо единственное число только одно не про множественное this и that только про единственное число но разница разница в расстоянии итак в принципе это все давайте покажу что здесь по заданиям да посмотрите пожалуйста тоже мой совет да найти учебник приобрести его и реально поработать и праву тетрадочкой обзавестись да и прям прописывать вот классное задание где нужно переписать предложение в правильном порядке расставляя элементы предложения вы здесь тоже можете попроверить себя попроверять свое понимание конструкции предложения построение предложения опять-таки есть ответы прописали потом проверили прописали потом проверили следующее задание очень классное на аудирование прям мой совет прям слушайте здесь достаточно много аудирования в этом учебнике что это ну что является очень большим плюсом поэтому пожалуйста будьте внимательны к этим заданиям и вперед из песни дальше тоже хорошее задание где нужно прям перебрать все максимально возможные варианты используя данную схему нужно создать 12 верных предложений use the chart to create 12 correct sentences and say them out loud и произнесите их вслух еще лучше да то есть можно прям проговорить это все к этому упражнению тоже есть ответы поэтому берите прописывайте думайте а потом сверяйтесь так или не так вот здесь то есть получается что у нас представлена как раз верная последовательность когда мы используем такую конструкцию когда мы говорим this или that потом есть потом принадлежность да притяжательная прилагательная и потом существительная какой то да в рамках дополнения вот это есть то то собственно все скоро перейдем уже к следующему уроку к следующей главе использование апострофов в английском предложение и на этом будем прощаться если у вас здесь какие то вопросы пожалуйста пишите в комментариях или пишите в директ мою группу вконтакте буду рада ответить всего доброго bye-bye и